В этом Евангелии мы слышим повествование, опять повторяется тоже Евангелие, которое читаем на Рождество. И в этом Евангелии говорится о том, что Бог сам делает и на Волхвах. Эти люди хоть и на племеннике, но они чтили Бога. Они не были иудеями, они не были отрезаны, но они чтили Бога, искренне чтили Бога, и Господь открыл им пришествие Его в мир. Таким образом, Он показал, что не только иудеи, а все люди могут и должны оклоняться истинно к Богу. Он открыл им, именно им, Вавилонинам, Вавилонским царям, показав этим еще и то, что и люди при власти и богатства, если живут они правильно, если они чтут Бога, то они тоже сподобляются откровению от Господа. И вот пример эти Волхвы, которые пришли и первыми вместе с пастушками поклонились праздникам Иисуса. Но вы посмотрите, как все символически в Евангелии, в Священном Писании. Они не просто пришли поклониться и восхвалить в Рождество, нести, но они же были привлечены Богом. Какие дары они должны принести Господу? Ведь ни до, ни после не приносили таких даров, совершенно конкретно. Приносили золото в основном-то царям. Ну, можно допустить, что когда-то рожденному, может быть, семье священников приносили и ладу. Хотя очень сомневаюсь. Но чтобы принесли Смирну, такого, наверное, не было ни до, ни после. Потому что Смирну приносили покойник. Но они принесли именно это. Золото, ладу и Смирну. Поэтому предположить, что это были обычные дары, вряд ли кто-то сможет. Это были необычные дары. Я думаю, что даже детям священников не приносили на врожденном тем более в дар ладу. И мы с вами не знаем такого. Потому что мы знаем, что есть традиция владельцам дарить подарки. Дарят, говорят, и золотые какие-то украшения, и все. Ладан, конечно же, но Смирну, конечно же, никто не имел их мысли. Тогда кому-то дарить на рождение Смирну. Они же принесли Ему и золото, и ладу, и Смирну. Потому что таково было повеление от Бога. И они этим и показали, что золото они принесли. Как царю. Царю царей. Ладан. Как священнику, первосвященнику, хотя он еще был младенцем. Конечно, когда священнику приносят дар ладан, это вполне естественно. Но я и по себе, допустим, это знаю. Когда мне приносят дар ладан, я принимаю с благодарностью и понимаю, что мне его дарят как священнику, чтобы я им родил Богу. Но в детстве, в юношестве, вернее, при рождении никто мне не дарил ладан. И вот они подарили Ему ладан, принесли Ему ладан как великому священнику, первосвященнику, священнику священников, но смирно ему принесли, но к мертвецу, потому что он должен был отдать жизнь за человечество. И им, волхвам, мудрецам, этим было открыто. Ангел, скажем, ангел Господень явился им. Вы представляете? Вы же слушаете, читаете Писание, вдумаетесь глубоко, что сказано, что ангел Господень, какой святости достигли эти люди, что именно их в далекой стране Вавилонской извещает ангел от Бога, от Господа, и сообщает именно им идти поклониться, идти по звезде, звезда их ведет, и они идут поклониться Христу. И им сказано, какие дары они должны принести во свидетельство. Это не просто были подарки, это были символы, глубокие символы. И им были преподнесены именно символы. Вот какой глубокий смысл. И что же? Ангел Господень не оставляет их. Не сказано, сколько они там были. Но сказано, что ангел Господень опять является им и говорит, даже как им идти назад, каким путем, дабы не повредить владельца. Он им указывает иным путем возвращаться домой. не к ирону, а не по простоте сердечной, по искренности своей. Но так как они цари, загон соблюдался строго. Он и сейчас соблюдается, вот допустим, вот у нас в церкви. Если, допустим, священник приходит на территорию другого священника, каноническую территорию, он должен об этом известить. Если он хочет совершить какую-то службу, он должен взять благословение священника. Неважно, какой священник, старший, младший, но это его область. Вот поэтому и эти цари должны по протоколу были прийти засвидетельствовать свое уважение к хозяину этой страны. Царю. Они пришли к царю ирону. и известили о том, что в этой стране рожден Мессия. И мы уже с вами слышали о том, что Ира далеко не обрадовалась о этом. Потому что по костям, по трупам, по убийствам, по крови великой он зашел на этот престол. Он убил всех, кого тут можно убить. и родственников, и жену, и детей, чтобы только никто не вступил на это. Вот какая страшная, страшная страсть этой власти, которая переступает через все. и он зная и слышал о том, что весь народ Израиля ждет пришествия в мир Христа, он тоже это сознавал. Но так же, как и все Иудея уже был испорчен, ожидая властного царя. Поэтому он не обрадовался пришествия Христа, а пожелал его уничтожить. Но и весь Иерусалим, как сказано, вместе с ним был взволнован. То есть и они побоялись, что придет некий царь справедливый, сильный, который погонит их и нарушит их сладкую жизнь. Поэтому они все взволновались. Ирод и весь Иерусалим с ним. Вы понимаете, какие следы это? Поэтому зная их злобу, Ангел Господень явился в Алхвам и сказал иным путем идти. И вы знаете, мы чтили память 14 тысяч лифлеемских младенцев, убиенных Иродом. Ирод не пожалел никого. Когда он понял, что волхвы ушли и не вернутся к нему, он на то, что успокоился потому что его вложила мысль о том, что Мессия рожден. И пока что он еще не имеет власти и войск, пока что он еще не захватил власть, надо его уничтожить. И он искал этого. Поэтому посылают войска для того, чтобы уничтожить младенца. и уничтожает всех младенцев до двух лет возраста. По времени, по которому он выведал от волхвов. Для чего выведал? Да для того же выведал, чтобы убить. Но Бог иначе с ним. Бог не для того родился Христос на землю, чтобы сразу быть убитым младенцем. младенцем.